Здравствуйте, дорогие друзья! Очередной информационный блог от Славянской Церкви Адвентистов седьмого дня здесь, в городе Сакраменто. Я, пастор Церкви, очень рад приветствовать вас миром и любовью Господа нашего Иисуса Христа. Как всегда, несколько слов о жизни и служении нашей общины. И начну, опять-таки, как всегда, с информации о предстоящей субботе. В эту субботу у нас будут гости, секретарь нашей конференции, пастор Хосе, и он будет проповедовать. Поэтому, пожалуйста, молитесь за его служение. Надеюсь, что все будет хорошо, он будет, и это будет благословенная встреча для каждого из нас. Также хочу сказать, что после утреннего служения наша молодежь едет с программой в дом престарелых. Они будут и проповедовать, и петь, и просто общаться с этими людьми. Поэтому, пожалуйста, тоже молитесь за этот проект, за их служение. Хочу также напомнить, что 30 сентября у нас будет служение вечерей Господней, а также молитва благословения над маленькими детьми. Поэтому, если вы бы хотели принимать участие вот в этом служении благословения маленьких детей, напишите мне или позвоните. Нам нужно заранее подготовить сертификаты, поэтому мне нужна будет кое-какая информация от вас. Также хочу сказать, что у нас продолжается регистрация на особенную программу, которую готовит семейный отдел нашей церкви. Напомню, это будет с 6 по 8 октября в Санта-Крус. Это будет встреча направлена на то, чтобы мы могли поговорить о наших взаимоотношениях с нашими детьми. То есть, речь будет идти о воспитании детей, построении отношений. Я верю, это будет большим благословением для каждого из нас. Регистрация, как всегда, она доступна по QR-коду, который вы сейчас видите. Там вы получите всю необходимую информацию. Я думаю, что это будет очень интересно и полезно для каждого из нас. Хочу также напомнить, что мы организовываем работу малых групп в нашей церкви. Малых групп или домашних церквей. Поэтому, если вы бы хотели стать частью какой-то малой группы, или готовы, чтобы малая группа собиралась у вас дома, или же вы готовы возглавить или стать лидером одной из малых групп, пожалуйста, обращайтесь по номеру телефона 916-572-9711. Это номер телефона Ильи Гриневича, руководителя миссионерского отдела нашей церкви. Он курирует этот проект. И я очень верю, что это будет большим благословением как для личного духовного роста каждого из нас, так и для духовного воспитания всей нашей церкви. Пожалуйста, воспользуйтесь этой возможностью, присоединяйтесь к одной из наших домашних церквей. Также хочу напомнить, что в эту и следующую субботу у нас будет открыт фонд помощи для родственников Хатун и Газалишвили. Хатун является членом нашей церкви, и у ее родственников произошла беда. Там в Грузии сгорел дом, где жил ее двоюродный брат и племянники. Очень большая нужда в том, чтобы помочь восстановить этот дом, который сгорел, и мы постараемся со своей стороны сделать все, что можем. Поэтому, пожалуйста, пусть Бог благословит ваше сердце, ваши руки, чтобы мы могли стать соучастниками решения этой проблемы, с которой столкнулись эти люди. Также хочу сделать еще одно объявление. Мы практически завершили создание и подготовку церковного портала. Звучит как-то так интересно. Но что же это такое? Это будет инструмент, с помощью которого мы хотим улучшить общение между руководителями церкви и членами церкви. То есть через этот портал в виде смс-ки вам будут приходить разные сообщения, то есть информационный блок, который я обычно представляю, такие важные моменты, чтобы вы об этом не забывали, какое-то духовное наставление. Мы постараемся не перегружать его, чтобы вы не получали все время какие-то сообщения. Но вот это будет инструмент, с помощью которого мы сможем присылать вам какую-то информацию. И в то же время вы сможете через этот портал задавать ваши вопросы, высказывать ваши пожелания, представлять ваши молитвенные нужды. То есть этот портал призван для вот такого двустороннего общения. В эту субботу я практически покажу, как можно зарегистрироваться на этом портале и как им пользоваться. И очень надеюсь, что это будет большим благословением для каждого из нас. Думаю, что недельки две мы дадим для того, чтобы это все организовать, вот это подключение и настройки. И начиная с октября месяца мы хотим откорректировать чуть-чуть наше утреннее служение. Мы практически уберем из утреннего служения информационный блок. Все объявления, они останутся в бумажных бюллетнях. Останется вот такой блок видеообращений, с которыми я обращаюсь к вам. И также, как я уже сказал, вы будете получать информацию о жизни и служении нашей церкви через этот церковный портал. Так что подключайтесь, добро пожаловать в IT-технологии 21 века. Растем, двигаемся вперед и надеемся, опять-таки, как я уже сказал, что это улучшит наше двухстороннее общение. Ну и хочу сейчас перейти к информационному блоку, вернее, к молитвенному блоку. Мы продолжаем молиться за Ольгу Козыренко. Продолжаем молиться за нашу сестру Валентина Жигайло. Также общался с Майей Нилсом. Слава Богу, она чувствует уже себя намного лучше, идет на поправку. Также она сказала, что по Божьей милости анализ показал, что у ее сына доброкачественная опухоль. Ему сделали операцию, удалили опухоль. И теперь он идет на поправку. Очень надеемся, что лечение принесет окончательное выздоровление. Также спрашивала ее о ее племяннице Тане, у которой царос печень, и там в Закарпатии она живет, и у гепатит С. Врачи сказали, что там тоже есть еще живые клетки, и за эти клетки цепляется весь ее организм. Вы знаете, что печень имеет свойство восстанавливаться, поэтому молитесь, чтобы Бог дал силы, укрепил ее, дал мудрости врачам. И самое главное, чтобы укрепил Таню морально и духовно, потому что она в большом отчаянии из-за всех тех проблем, с которыми она столкнулась. Поэтому, пожалуйста, не переставайте молиться за них. Ну и, конечно же, мы не перестаем молиться за то, чтобы война в Украине закончилась. Это наше очень большое отчаяние. В заключении хочу прочитать текст из Священного Писания. Это книга-притча, 23 глава, 17 стиха. Не давай сердцу завидовать грешникам, но всегда пребывай в страхе перед Господом. Нет сомнений, есть у тебя будущее, и надежда твоя не погибнет. Друзья, помните, только у тех, кто надеется на Господа, на самом деле есть будущее. Пусть Бог вас укрепляет и поддерживает своей рукой. До встречи на богослужении в нашей церкви в эту субботу или же в прямом эфире. Всего вам хорошего, дорогие друзья.